И начну собственный вебинар. Итак, я включаю камеру. Запись, точнее, вебинара. Камера уже включена. И разрешите снова поздороваться. Теперь уже на камеру. Дорогие друзья, у нас сегодня вебинар, который называется «Бесплатные инструменты для разработки учебного контента. Классика и новинки». Такой вебинар я провожу, ну, примерно раз в год, иногда чаще. Сегодня я сконцентрировал все инструменты, о которых хочу рассказать. Сейчас, Алина Анатольевна, будет вам с дропбокса. Хорошо. Сконцентрировать большое количество инструментов. И сегодня будет длинная презентация, поэтому я постараюсь ее быстро листать. А подробнее вы тогда посмотрите, скачав презентацию. Итак, выполняю просьбу. Сейчас я дам ссылку еще и из дропбокса, чтобы презентацию скачать. Потому что я тоже хотел бы, чтобы вы ее скачали. Так, сейчас мне надо дойти до моей презентации. Беру ссылку и копирую ее вот сюда. Итак, друзья, вот второй способ получить презентацию. По вот этой ссылке скачать. Ну что ж, таки приступим. Тема весьма объемная. На самом деле по ней можно проводить хоть один вебинар, хоть три, хоть десять. Ну, десять может быть жидковато будет, но это получился бы неплохой даже курс, наверное. Но сегодня я очень концентрированно расскажу, почему, собственно, тема такая интересная. Ну, кроме того, что всем нам хочется бесплатных инструментов, потому что на все инструменты, на которые разбегаются глаза, денег у нас не хватает. Да и вообще мы как-то любим бесплатное. Ничего там такого плохого нет. Все любят бесплатные инструменты, потому что... А почему бы не попробовать? А вот с другой стороны, бесплатные инструменты могут служить хорошим подспорьем в нашей работе. И они делятся нам... Я бы поделил их на несколько классов. Это бесплатные инструменты начального уровня, когда вы только начинаете разбираться в теме, и вы пока не готовы покупать платный продукт, потому что вы еще не решили, вы будете этим заниматься или нет. Нужно вам это или нет. И тогда бесплатный инструмент или бесплатная версия платного инструмента вам служит подсказкой. То есть вы попробовали, вам не понравилось, значит не применяете. Попробовали, понравилось. Задумались о том, какой платный инструмент купить. Далее. Есть бесплатные инструменты по очень мелким, но достаточно важным мелочам, скажем так. Они просто бесплатные, потому что такую мелочь никто не купит никогда. Но знать и уметь ими пользоваться очень надо, потому что эти мелочи очень сокращают время на какие-то ваши действия. Ну, например, к таким инструментам относятся скриншотеры различные. Ну, и, наконец, есть инструменты, которые, несмотря на то, что они платные, являются вполне себе полноценными инструментами. Можно их использовать и при этом не бояться за то, что это непрофессионально. Такие инструменты тоже есть, и они просто классные, их надо знать. Вот, ну вот, вкратце такие вещи. Да, да, и я хотел бы обратить внимание, что сегодня пойдет речь о бесплатных инструментах для разработки учебного контента. Мы ограничиваемся контентными вопросами, потому что если говорить о бесплатных инструментах для преподавателей вообще, то это, наверное, еще в три раза больше тема, то есть вообще необъятная. Мы все-таки как-то ее ограничили производством учебного контента. Итак, давайте пойдем вперед. О чем у нас сегодня три больших раздела. Это инструменты для текстов, звуков и изображений создания. Туда же примыкают еще несколько маленьких тем. Второй большой раздел – это видео. Почему он большой раздел, почему он отдельно? Ну, во-первых, потому что я этой темой занимаюсь более подробно, а во-вторых, потому что, ну и вообще их достаточно много. Наверное, больше, чем по другим видам медиа. Видимо, это потому, что видео в настоящий момент, как учебная медиа, является, ну, наверное, лидирующим. Ну и, наконец, третий пункт – это разного рода интерактивные сервисы, которые позволяют делать интерактивный контент. Давайте пойдем прямо по нашему плану, по нашим разделам. Итак, тексты, звуки, изображения. Вот мы видим здесь список тем. Да, я хотел тут сделать все черным, но, видимо, у меня этот слайд куда-то пропал. Или, да, пропал он. Ну, я надеюсь, что серым цветом вы тоже прочтете. Итак, у нас этот раздел будет состоять из мелких главок. Текст, изображение, звук, дальше инструменты для сборки контента. То есть, все, весь контент надо как-то собрать. Пару слов буквально о платформах и системах дистанционного обучения. Пару слов буквально о лицензии Creative Commons и как она нам позволяет создавать учебный контент. Ну, и тоже пару слов о бесплатной студии, которой может воспользоваться преподаватель. Еще раз говорю, поехали. Итак, текст. Про текст можно говорить много. Обычно, когда у меня вебинары проходят специально про учебный текст, я говорю такую вещь о том, что текст многие либо недооценивают, либо переоценивают. Почему не недооценивают? Потому что, ну, скажем, современные... Я не хотел бы тут делать упор на возраст, скорее на взгляд. Современные люди с медийным взглядом часто считают, что текст, как учебная медиа, себя отжил. И надо переходить на учебное видео, на всякие другие форматы, интерактивность. А текст, он все, теперь только вспомогательную функцию будет выполнять. Противоположная и тоже крайняя точка зрения заключается в том, что... Ну, текст, а как же? Вот мы учились по учебникам, все нормально было, учебники написаны текстом. Текст, он как бы остается. И кроме него, в общем-то, ничего особенного и нет. Все остальное это так, мишура. Эти позиции, я считаю, крайними. Между ними есть взвешенная позиция, царский путь, так сказать. Это то, что текст, несмотря на то, что в настоящее время живет в среде других медиа, продолжает оставаться, если не ведущим, то первым среди равных. И без текста никуда не деться. Вот поэтому, как работать с текстом, мы все равно должны знать. Ну, впрочем, сейчас мы говорим об инструментах. И вот вам первые три бесплатных инструмента, которые вам просто необходимы. Ну, первый, может быть, необходим не всем, но, скажем так, тем, кто... У кого по какой-то причине на компьютере нет стандартов Microsoft Office. Напоминаю, что Microsoft Office – это, вообще говоря, платная программа. И если вы работаете в какой-то компании, то никто не будет рисковать. Или этот риск достаточно высок. И, ну, прямо, скажем, ворованную версию варда никто вам не поставит. Но если они поставят, то достаточно рискуют. Вот, потому что проверки существуют. Вот. А OpenOffice, Apache Office – это замена варду, который и поддерживает вардовские форматы, и примерно то же самое делает, и так далее. Но на нем не буду заострять внимание. Лучше перейду к другим вещам, более близким нам. Ну, во-первых, Google Docs – совершенно замечательный набор инструментов для текстов, таблиц, презентаций и так далее. Ну, во-первых, он работает онлайн и хранит ваши документы в облаке, что значит, вы можете работать откуда угодно, от себя, с работы, с командировки и так далее. Везде, где есть интернет. Во-вторых, там есть набор, базовый набор всего того, что надо делать с текстом. Конечно, он несоизмеримо менее богат, чем Microsoft Word, но базовый набор там есть. Если вы пишете авторский текст, например, вот на этапе сочинения текста, это более чем достаточно. Ну, и гигантское преимущество, конечно, это возможность в облаке одновременно многим людям работать над текстом, править разные его части и так далее. Ну, да, да, офис 365, школа, есть, да, для образовательных учреждений есть. То есть, возможно, надо сделать особый вебинар по продуктам, которые являются платными, но бесплатные в обучении или дешевле в обучении. Вот, кое-что, кое-что, кое-где можно получить бесплатно, совершенно верно, платное. Вот, ну, надо всегда понимать, да, что если платный инструмент бесплатен в школе, это способ посадить ваших детей на крючок с тем, чтобы они выучили именно этот инструмент и потом уже, когда повзрослеют, требовали бы от работодателей установки именно этого инструмента. Ничего плохого по поводу Microsoft Office не хочу сказать, это замечательный продукт, да, но все-таки он исходно проприетарный и платный. Итак, одновременно много людей могут править, и это очень здорово. Когда у вас несколько авторов, которые пишут разные главы, или даже вы пишете совместно одну главу с другими людьми, в общем, это очень крутое свойство. Не буду пропагандировать, это просто классный инструмент, и все, больше не буду говорить. Ну и разумеется, Adobe Reader, который просто обязан быть установлен на каждом компьютере, потому что формат PDF, кстати, в котором я сейчас передал вам презентацию, является просто де-факто стандартом для передачи текстовой и не только текстовой информации в интернете. То есть, сделать вардовый документ и потом его вставить в свой курс, это очень большой моветон. То есть, нельзя так просто делать. Надо этот вардовый документ преобразовать сначала в формат PDF и только после этого передавать в интернете. Вот. Ну, я думаю, что по поводу этого инструмента и так все знают, поэтому не буду долго говорить. По ссылкам можете все скачать или получить информацию. Работая с текстом, вы должны всегда думать про типографику, то есть, про внешний вид этого текста. У меня было сразу два вебинара, нет, один вебинар по поводу типографики. Возможно, вы его посещали, возможно, нет. Посмотрите, на нашем канале есть записи этого вебинара. Здесь скажу вкратце. Тот, кто не владеет типографикой экранной и не оформляет тексты как надо, рискует просто свой продукт продать в два раза дешевле. Потому что люди хоть с каким-то эстетическим чувством, читая ваш текст, будут плеваться и не захотят читать. Вот одним из способов просто решить вопрос с типографикой является использование типографов. И один из таких типографов, это типограф студии Лебедева. Вот здесь ссылка на него есть. Вы в него загоняете кусочек своего текста, он выдает этот текст в том виде, в котором он должен быть использован. Исправляет кавычки, исправляет короткие тире на длинные, где надо вставляет неразделимые пробелы, ну и много-много других всяких хороших, правильных вещей делает. Его еще можно и тонко настроить, на самом деле, этот типограф. Здесь нет времени об этом говорить долго, вот скажу только что, вот используйте типографы. Их много разных, не только Артемия и Лебедева. Я, например, использую встроенный типограф в сервисе Тильда, о котором пойдет речь дальше. Но обязательно использую. Что касается самого текста и стиля изложения, есть хороший сервис, который называется Главред. Несмотря на то, что изначально он предназначен для таких текстов маркетингово-рекламных, но не только, конечно. Он позволяет вам существенно упростить ваш текст просто на автомате. Он находит неправильные газетные штампы, неправильные личные местоимения, неправильно лишние. Вы знаете, когда автор пишет текст, как правило, он добавляет туда много лишнего, потому что у него в голове что-то крутится, какие-то эмоции, и он добавляет очень много лишнего. Потом, когда он вычитывает это своими глазами, тоже плохо видит это, потому что автор, когда читает свой авторский текст, ну, не так хорошо это. Конечно, немножко помогает, если вы отдадите коллеге свой текст или тем более профессиональному редактору, но не всегда это возможно. И вот тогда можно воспользоваться вот этим вот сервисом. Доводить, конечно, до 10 баллов совсем не обязательно, но если у вас, например, 3-4 балла, поднять до 7-8 вполне возможно, и это работает, и это достаточно здорово. Ну, с текстом все. Давайте поговорим об изображениях. Изображения – это замечательная тема. Все любят книжки с картинками, не только малыши, но и взрослые. И студенты тоже любят, когда учебник, особенно электронный учебник, электронный контент богато иллюстрировал. Иллюстрации очень важны в гуманитарных дисциплинах, например, а в технических дисциплинах, там, где есть много схем и пояснений графических, это тоже хорошо. В экономических дисциплинах хороша инфографика. В общем, все это изображения. Так, чем же мы работаем с изображениями? Я сразу хотел бы отметить, что не буду говорить здесь о графических редакторах полноценных, типа фотошопа, потому что я ориентируюсь на людей, на авторов, преподавателей авторов, которым это, в общем-то, не нужно. Я считаю, что если вам вот кровь из носа нужен фотошоп, значит, вы занимаетесь немножко не тем делом. Вам категорически в проект нужен дизайнер. А если вы просто подготавливаете иллюстрации для себя, то это можно сделать гораздо более простыми, дешевыми, а то и бесплатными продуктами. Один из таких продуктов, он не вполне бесплатный, но его текущий статус мне немножко непонятен. Это, как бы сказать, агрегатор, наверное, агрегатор графического контента, который называется ACDC. Современные его версии, они очень могучие и они платные. Я лично пользуюсь достаточно старой версией, которая называется 10.0. И где-то когда-то на их сайте я увидел информацию, что они выкладывают этот дистрибутив десятки в открытый доступ. К сожалению, в последний год я не увидел этой информации, не смог снова найти. Поэтому мне не ясен статус десятой версии. Но я бы вам порекомендовал именно ее, потому что она достаточно проста и выполняет массу функций. Те функции, на которые я хотел бы обратить внимание, это массовые операции, массовые изменения размером, преобразование формата файла, повороты отражения, коррекция экспозиции, переименование, установка специальной информации. В общем, несколько десятков видов работ можно выполнить в автоматическом режиме. Это очень важно, если у вас, например, две сотни иллюстраций, и к ним надо применить одно и то же действие. Если вы будете делать это все по одному, у вас займет это часы. А здесь вы можете однажды настроить в течение 10 минут это преобразование и одним махом все сделать. Очень важно. Я всегда привожу, я не знаю, чья это цитата, но очень важная, о том, что любители интересуются тактикой, а профессионалы логистикой. Вот в данном случае, если у вас много иллюстраций, вы просто обязаны интересоваться логистикой иллюстраций, то есть всеми этими массовыми операциями. Если вы не нашли массовые операции, у вас проблемы, скорее всего. Вот и ACDC позволяет это делать очень здорово. Второй аналогичный продукт, который я вам рекомендую, называется IrfanView. Это абсолютно бесплатный продукт, можете его совершенно смело качать с сайта. Его недостатком является то, что его интерфейс такой достаточно аскетичный и в нем надо разбираться. Но зато он полностью бесплатный, а по своим возможностям, пожалуй, и превышает платную ACDC. То есть там такие глубокие возможности зашиты, в том числе и для массовых операций. Я уж не говорю об одиночных операциях. Так что я, на самом деле, я имею на своем компьютере оба этих продукта. Когда пользуюсь одним, когда другим. Да, запись будет, Людмила Анатольевна. Вот. Так что очень вам его советую. Поставьте последнюю версию. Не забудьте поставить при этом русский язык. Отдельно там скачиваются языковые плагины. И сразу скачайте все плагины, которые есть, и поставьте вместе с ним. Потому что голый IrfanView, он совсем маленький. Там, по-моему, 2 мегабайта или что-то такое. Он почти ничего не может. Там надо скачать к нему набор плагинов, поставить те, которые вы хотите. Но я предлагаю вам, не раздумывая, поставить просто все сразу. Вот, прекрасный продукт. Очень вам его рекомендую. Ну, а теперь пошли другие всякие мелкие примочки, которые очень сильно могут оживить ваш продукт. Вот этот интернет-сервис, который называется Jackstapulse, он совершенно бесплатный. Даже не требует регистрации. И его можно было бы, конечно, рассмотреть и в третьем разделе, где речь идет об интерактивностях различных. Ну, делает он вот такую вот простую вещь. Он сравнивает два изображения. А, разумеется, да, вот здесь вот есть такая граница, которую можно схватить мышкой и двигать туда-туда обратно. Разумеется, это имеет смысл делать только тогда, когда два изображения сильно друг на друга похожи. Ну, например, это фотография зимой и летом с одного и того же ракурса. Или фотография сейчас и 40 лет назад. Либо карта до строительства объекта и после строительства объекта, либо деталь до обработки и после обработки. Что-то вот такое. Вот, и делается это очень просто. Пожалуй, сложнее подготовить исходные материалы с тем, чтобы они полностью были бы совмещены по точке съемки, условной точке съемки. Ну, вот даже иногда картины можно таким образом сравнивать. Вот у Гои есть две картины, сделанные с разницей в два года. Это маха одетая и маха обнаженная. Вот, он специально модель положил на кушетку в одной, абсолютно одной и той же позе, чтобы это были парные картины. Поэтому их можно сравнить. Хотя и через два года одна картина относительно другой была сделана. Вот в этих случаях это богатый учебный эффект, когда именно можно посмотреть, в чем произошли изменения. И изменения сразу легко видны. Вот, бесплатный продукт, используйте, пожалуйста, сколько угодно. Моя любимая тема это скриншотеры. Скриншотеры позволяют мгновенно сделать снимок экрана и нарисовать к нему какие-то стрелочки и дальше использовать как-то. Скриншотеры можно использовать как в стационарном контенте. Особенно они хороши для всякого рода иллюстрации. Когда вы делаете снимок экрана, пририсовываете какие-то стрелочки, пояснения. И делаете из этого инструкцию, либо в текстовом виде, богато снабженном вот этими скриншотами, либо в каком-то другом формате, видео формате, в виде слайдера или как-то по-другому. Это первое применение. Второе применение это мгновенный обмен сообщениями с вашим студентом, слушателем или коллегой. Вы можете записать скриншот в облако мгновенно. Это облако этим же сервисом и обеспечивается. Это такая на самом деле клип-ту-нет. Это наполовину программа, наполовину сервис. То есть у нее есть клиентская часть, которая устанавливается на ваш компьютер, а есть часть облака. Это и есть сервис. Ну вот я, например, вам сейчас покажу, как это все действует, насколько быстро. Вот я сейчас напишу просто в чате 123, чтобы вы увидели, что это прямо сейчас. Теперь я запускаю клип-ту-нет. Вы это не видите. Я просто буду комментировать. Я беру кусочек экрана своего. Я делаю рамочку вокруг своего изображения. Так, минутку. Вот как-то так зеленую рамочку. Рамочку вокруг участников. Дальше стрелочку к нашей изображению. Ну и, например, ставлю здесь поля 1, 2, 3 и 4. Вот. И быстро отправляю это все в облако. Ну а теперь просто смотрите в чате ссылку. Вот за полминуты я сделал такое изображение. Ну, оно, конечно, просто, чтобы продемонстрировать, как работает скриншотер. Вот. Таким образом, смотрите, что получается. Замечательная вещь. Контент – это мгновенный контент, который уже превращается из собственного контента в средство коммуникации. Средство коммуникации преподавателя со своим слушателем. То есть, мгновенное средство коммуникации. Контент взаимодействия. Вот так вот. Так что я считаю, что скриншотер какой-нибудь не обязательно этот, но мне больше всего нравится этот. Должен стоять вообще на компьютере любого преподавателя. Вот. Он почти всегда является полезным. Так. Пошли дальше. Поговорим немножко о звуке. Звук сам по себе. Я не сказал бы, что он применяется редко, но он достаточно специфичен. Звук, конечно, встраивать в SDO, но как обычную иллюстрацию, конечно. Либо по ссылке. Можно встраивать в SDO. Да, я забыл сказать, что вот этот скриншот, он ClipToNet, он, большинство, самые важные его функции являются бесплатными, но у него есть и платный план, где можно еще и коротенькие видео снимать. Вот. Звук. Такая доскональная работа со звуком нужна немногим преподавателям, если говорить чисто о звуке. Конечно, если говорить о звуке в составе видео, то все... очень многим надо. А вот если говорить чисто о звуках, то немногим надо. Это в основном тем, кто занимается языковыми продуктами, то есть иностранные языки преподает. Тем, кто преподает музыку или всем, что с ней связано. Истории музыки, например, и так далее. Возможно, тем, кто преподает биологию, где есть голоса зверей, какие-то вот такие вот вещи. Остальным это нужно не так много, за исключением случая, если вы хотите публиковать свои подкасты, звуковые подкасты. Но это достаточно все-таки специфическая вещь для обучения. Итак, что есть для звука? В качестве достаточно хорошего, бесплатного инструмента редактора звука я предлагаю Audacity. Это такой достаточно распространенный продукт, бесплатный. Позволяет делать почти все, что позволяют делать аудиоредакторы. Пожалуй, даже больше, чем надо педагогу, потому что любая поддержка многих каналов, не двух, а гораздо большего количества. Там всякие специфические фильтры, которые не всегда нужны. Но если перед вами стоит вопрос обработки звука, вот, пожалуйста, бесплатный вариант. Потом, если вам понадобится, может на какие-то перейти платные и достаточно серьезные. Ну и этот тоже достаточно хорош. Мне, по крайней мере, когда я звуками занимался, мне показалось, что там есть все, что надо. Ну и еще одна такая примочка, скорее, но очень приятная. Это интернет-сервис, который называется SoundSite.js, который позволяет делать вот такие вот вещи. У вас есть уже созданные звуки, и вам надо на основе текста и ваших звуков составить какой-то контент. И вы хотите сделать это наиболее компактно и наиболее естественным способом. Конечно, вы можете каждый раз, когда надо вставить звук, делать абзац и вставлять стандартный плеер, но это не всегда красиво. А вы можете поступить вот так. Например, какой-то участок текста просто превратить в маленький плеер. Вот в такой вот плеер. Видите, тут вот этот участок текста, он превратился в плеер, посветился серым цветом. И нажимая на вот эту кнопочку черную вперед, мы просто запускаем этот плеер. Как правило, это делается, конечно, для коротких каких-то звуков. Особенно хорошо в курсах языковых, где можно просто проговаривать те самые слова, которые здесь написаны. Ну и для музыки тоже достаточно хорошо воспроизводить какие-то отрывки. В общем, получается очень компактно и очень приятно. Вот этот вот сервис, он совершенно бесплатный и в нем даже не надо регистрироваться. Обращаю ваше внимание, это компания, неправильно говорить, это группа, которая называется НИТЛАП, группа из Северо-Западного университета США. Вот у них есть ряд продуктов бесплатных, которые не требуют даже регистрации. Все делается прямо на главной странице данного продукта. Сборка контента. Весь этот контент надо как-то собирать в единой странице. Конечно, можно это делать в авторских программах внутри СДО, но мне этот путь совершенно не нравится. После этого контент становится не вполне открытым, не вполне доступным и несовременным с точки зрения перелинковки его. Но это особый разговор. Я лично предпочитаю для сборки учебного контента сервис, который называется Тильда Паблишинг. Сервис не был создан специально для обучения, но, на мой взгляд, идеально подходит. Для этого получаются такие страницы длинные, хорошо структурированные, хорошо сверстанные страницы, которые называются Long Read, то есть, ну, еще говорят Web Documentary, если там большое количество внешнего контента. Вот. Это такие длинные страницы, на которых много медиа различных размещается, хорошие возможности по структурированию и созданы они из готовых блоков. В этом, собственно, и есть суть. Готовые блоки, модульная система. В этой модульной системе из примерно 500 различных вариантов контентных блоков вы собираете свой контентный дом, скажем так, и сами блоки сделаны по дизайнерским стилям. В общем, все прекрасно. Кроме того, есть еще и готовые шаблоны, то есть, если вы не знаете, как создать первую свою страницу, можете залезть, подобрать нужный шаблон. В основном здесь, правда, бизнес-шаблоны, но есть и учебные шаблоны, такие, например, как расписание вебинаров, описание вебинара или там даже, по-моему, страница курса была где-то. Вот, где-то так. Вполне можно использовать. Но я использую свои собственные наработанные шаблоны, которые вот уже лет пять создаю под свои курсы. Пару слов о свободных платформах и СДО. Я, прямо скажу, не являюсь сторонником использования систем дистанционного обучения с точки зрения контента, по крайней мере. Иногда жизнь заставляет, конечно, использовать такие вещи, но я не люблю чисто. Но не сказать про возможности такие невозможно. Разумеется, у всех на слуху система Moodle, которая в базовой комплектации является бесплатной. Немногие знают, что есть на самом деле и платная версия, корпоративная версия Moodle, которая работает гораздо лучше, из которой можно сделать быстрее, лучше и больше возможностей в ней. Но я знаю, что во многих вузах стоит система Moodle. У нас в прошлом и в позапрошлом годах был Алексей Дьяченко, заместитель генерального директора компании открытые технологии. И он читал нам вебинары про Moodle. Вот один из них можете послушать. Про базовые возможности он рассказал прекрасно. Ну и вторая платформа бесплатная. Она, правда, условно бесплатная. На ней можно располагать свои материалы учебные бесплатно в том случае, если и сами вы свой курс предлагаете бесплатно. Это платформа Stepik. И у нас тоже было в прошлом и позапрошлом году по три вебинара этой платформы. по общим параметрам системы можете послушать вот этот вебинар Натальи Феофановой. Больше я по этому поводу говорить не хочу, зато поговорю с вами о Creative Commons. Это возможности использовать открытые материалы. 600 платформ. Я бы умер, наверное, столько знать платформ. Итак, Creative Commons это возможность публиковать свои материалы, делать свои материалы бесплатными. Обращаю ваше внимание, что если вы ставите свой копирайт, то даже если вы где-то рядом написали о том, что вы предоставляете эти материалы в открытом доступе, используйте кто хотите, чисто юридически и у вас, и у тех, кто реально будет открытые использовать, могут быть всякие неприятности юридические. Поэтому придумана специальная лицензия, которая называется Creative Commons. У нас она стала легальной лет 5 назад в годы президентства Медведева. И даже введена специальная статья или несколько статей в гражданский кодекс, где эта лицензия называется открытая лицензия, одно и то же скрытие в Commons. Поэтому можете и свои материалы под этой лицензией размещать, и можете брать чужие материалы и использовать их у себя, правда, понимая, что это такое. Я надеюсь, мы в ближайшее время проведем вебинар специально по открытой лицензии. Нам этот вебинар согласился провести исполнительный директор википедии российской, точнее, скажем так, вики-медиа, некоммерческого партнерства вики-медиа Стас Козловский, совершенно замечательный и интересный человек. Но я вкратце скажу, что надо просто обязательно указывать автора и размещать свои материалы в соответствии с требованиями этой лицензии. там есть некие требования. Также обращаю ваше внимание на то, что если вы размещаете материалы под открытой лицензией, но не совершенно бесплатно, но еще и не указываете автора, то в принципе вы нарушаете закон точно так же, как если бы вы копирайтные материалы размещали. То есть вас реально могут засудить. Это случается, конечно, очень редко, но в принципе с юридической точки зрения вы точно так же нарушаете лицензионное законодательство. Где таких материалов много? Во-первых, вот здесь я на предыдущем слайде показываю, как искать например картинки под открытой лицензией в поиске Google по картинкам. Картинки, инструменты, дальше выбираете с лицензией на использование и здесь тоже ставите с лицензией на использование. Количество картинок существенно сокращается, но при этом они все под открытой лицензией. Где еще такие материалы можно взять? На Вики складе более 500, более полуста миллионов уже здесь не 49, уже здесь цифра 53 или 55 миллионов медийных материалов под открытой лицензией находятся на Вики складе и не всегда они нормально находятся поиском Google, поэтому надо освоить, как искать материалы на Вики складе. там есть тонкости можно раскопать такие интересные вещи, что в общем поиском и не найдешь и поэтому я вам предлагаю посмотреть вот этот вебинар, который у нас провела Софья Багдасарова, сама активно выкладывавшая изображение на Вики склад. Вот название правда немножко другое, но она про Вики склад тоже очень много говорила, так что вот этот вебинар вам расскажет как Вики склад использовать. Бесплатная коллекция звуков, музыкальных фонов и звуковых эффектов есть на YouTube и вот здесь вы можете с ней познакомиться и выбрать эти звуки, скачать их, даже если вы не собираете их использовать в рамках YouTube. Есть также некие звуки на BBC Sounds Effects там лицензия близкая к Creative Commons но немножко непонятная. Они тут пишут, что для личных образовательных и исследовательских целей можно использовать свободно. Ну как там юридически на самом деле сложено не совсем понятно. Я думаю, что для образовательных целей вполне можно использовать эти эффекты BBC. Ну и наконец на YouTube вы можете найти массу возможностей для того, чтобы использовать ролики, которые выложены под лицензией Creative Commons. Вот внизу написано в описании под какой лицензией это все. В этом случае вы этот ролик можете использовать например в своем курсе, создав производное такое произведение. Обращаю кстати ваше внимание, что все наши вебинары и их записи выкладываются на YouTube под свободной лицензией Creative Commons. Так что их тоже можете использовать со ссылкой на нас разумеется на Direct Academy так извините я выключу телефон так чтобы меня не беспокоили со ссылкой на нас конечно можете вполне использовать даже вырезать оттуда какие-то части только корректно опишите использование идем дальше бесплатная студия просто расскажу что у степика есть бесплатная студия если вы собираетесь сделать курс и бесплатно его выкладывать на степике вы можете в Москве или Питере записаться это автоматическая студия там нет обслуживающего персонала и вот есть ролик где объясняется как пользоваться этой студией как заказать ее как в нее прийти и какие условия больше по этому поводу говорить не буду переходим к видео итак какие инструменты есть для видео это инструменты для записи для монтажа для хранения быстрые видео интерактивные видео видеокомикс и скрайбинг и создание интро здесь можно было еще два раза постолька написать но написал вот это вот первое что надо сделать это записать и для этого есть несколько бесплатных продуктов один из них это сервис который называется screencastomatic такой классический сервис вот где он располагается а вот мои учебные ролики по этому сервису можете посмотреть и буквально после того как посмотрите эти ролики сразу сможете записывать достаточно просто а второй бесплатный продукт достаточно простой который я вам рекомендую. Это iSpring FreeCam. Это программка, которая устанавливается на ваш компьютер. Скачать ее можно вот здесь. К ней есть... Ну, iSpring это российская компания. Для ней есть вот такая вот русский help документация. И, почитав эту документацию, тоже сразу можете переходить к работе. Ничего сложного нет. И так вы уже можете записывать что-то. Монтаж. Вот с монтажом гораздо сложнее. Вообще, такие профессиональные монтажные программы, они стоят достаточно больших денег, хороших. И, кроме того, они достаточно сложны и перегружены функциями, которые нам, преподавателям и авторам учебного контента почти никогда не нужны. Вот. Поэтому в качестве варианта я предлагаю Камтазия. К сожалению, вот продукт, который называется Камтазия. Раньше он назывался Камтазия Студио, но сейчас... Вообще, правильно если читать, Камтазия Студио. Вот. Ну, сейчас называется просто. Слово студия пропало. Ну, в России его называют Камтазия. Все знают так. 19-я версия. Последняя летом вышла. Стоит продукт в районе, если не изменяет память, 250 долларов. Но, если вы представитесь, как образовательный... как учитель, или от образовательного учреждения, то цена сразу падает, там, почти в два раза. А если вы, к тому же, попадете на время скидок... В общем, у меня отдельные авторы, которые ходили на мой курс по учебному видео, покупали за треть цены где-то. Вот. Ну, и там есть 30-дневный трейл-срок, когда можно. Это вот, наверное, единственный случай, когда я вам здесь предлагаю не бесплатную программу, а платную. На мой взгляд, для образовательных целей она подходит лучше всего. Ну, есть и кое-что бесплатное для монтажа. Во-первых, это программа, которая называется Shortcut. Есть также хороший учебный ролик по этой программке. Ну, и есть более такая продвинутая программа, которая называется DaVinci Resolve. Уже, по-моему, в ходу даже не 15-ая, а 16-ая версия. И по этой программе тот же автор Владимир Ломов записал ну, буквально там, по-моему, 6 или 7 роликов, то есть там такая продвинутая учебная уже набор роликов. В общем, можете освоить. На мой вкус, эта программа больше для монтажеров, то есть для тех, кто хочет, кто использует видео не в учебных целях, а скорее просто для, ну, как видео, то есть для медийных целей. Там много всяких возможностей, которые вам, может быть, и никогда не пригодятся. но тем не менее, это бесплатный продукт и продвинутый продукт. И когда я в самом начале говорил о том, что бесплатные продукты могут быть профессиональными, вот это вот один из вариантов, когда продукт продвинутый, профессиональный и при этом абсолютно бесплатный. есть еще один вариант, это, правда, вариант бесплатного видеоредактора Movavi. Movavi – это российская компания. Ее продукты, вообще говоря, платные, но достаточно дешевые. Но вот видеоредактор на телефоне, то есть для гаджета есть такой, и он совершенно бесплатный. Ну вот, например, моя младшая дочь им пользуется и очень его любят. Этот редактор позволяет буквально там за несколько минут создать монтаж ролика. Правда, это, скорее всего, скорее получится такой видовой ролик, чтобы применить эти ролики для учебного процесса, надо еще подумать, как. Но зато это абсолютно бесплатно и очень интуитивно понятно все. То есть это некий совершенно противоположный случай относительно предыдущего варианта DaVinci Resolve. Ну, просто противоположный. Здесь все просто, ну, так очень рассчитано скорее на внешнюю красоту. Вот. Ну, и по поводу MovaVe я хотел бы, пока не готов дать вам конкретную ссылку, но на выставке, которая недавно состоялась, на конференции AdCrunch я поговорил с разработчиками, с вендорами и они готовы на нашей платформе в Директ Академии провести, ну, пока один вебинар. Я думаю, он состоится в течение месяца. Следите за рассылками, кто интересуется этим вопросом. По продуктам MovaVe у нас обязательно состоится вебинар. Давно хотел его сделать, но вот никак не смог, не мог договориться. А в этот раз вроде бы договорились. Кроме записи экрана с большого компьютера, есть еще специальные приложения, которые позволяют сделать скринкаст прямо с вашего телефона. и одна из таких возможностей это Деу-рекодер. Замечательная программка, при помощи которой вы можете записать что-то с вашего телефона. Если вы хотите сделать скринкаст с телефона, а это все больше и больше востребованная функция становится, то вот вам бесплатная программка, которая позволит это делать. Деу-рекодер. Там есть, правда, и платные варианты этой программы, но бесплатные вполне себе функциональны. Еще один бесплатный продукт это DroidCam Wireless Webcam. Вот так называется это приложение. Оно для андроидов, по-моему, что-то подобное есть и для айфонов, но я не смотрел, честно говоря. Мне не на чем попробовать. Так вот, вот эта вот программка, она позволяет превратить ваш телефон в камеру, веб-камеру или в микрофон или в то и в другое. Ну вот, пример, пришли вы на другой компьютер какой-то, где нет веб-камеры, нет микрофона, и вам надо срочно провести вебинар. Так получилось. Вы берете этот телефончик, ставите его на стойку какую-то, включаете приложение DroidCam на телефоне, и он транслирует через Wi-Fi изображение и звук на большой компьютер, с которого вы ведете собственно трансляцию. То есть, в выборе камер или в выборе микрофонов в программном обеспечении вебинара или в каком-то другом программном просто появляется соответствующая строка, как источник звука или источник изображения. И вот вы забираете именно эту строку, а не какой-то стационарный веб-камеру или стационарный микрофон. Очень удобно иногда, очень советую. Нет, он сам ничего не делает, он просто транслирует ваш звук или транслирует ваше изображение на большой компьютер, где он используется в качестве источника этого звука или источника этого изображения. Я обращаю ваше внимание, что на гаджетах и так по умолчанию есть полно всяких штатных средств для того, чтобы записать изображение или записать видео или записать звук. Поэтому такой вопрос не стоит. Ну, то есть, это по умолчанию есть. Хранение. Когда мы пользуемся Ютубом, многие из нас не понимают, ну, надеюсь, что понимают на самом деле, но напоминаю, что каждый из вас имеет возможность не только смотреть чего-то с Ютуба, но и создать свой собственный канал совершенно бесплатно и загружать туда какие угодно ролики, если они не нарушают чужие авторские права. Вот это возможность, между прочим, огромный набор инструментов, которые там есть. Его надо преподавателю обязательно освоить и ну, просто я в паре слов скажу, что вот такая возможность есть, ее надо обязательно использовать. Вот здесь я привел ссылку на канал, который называется Ютуб Хелп, в котором вы найдете массу инструкций по использованию канала Ютуб, как его создать, как загрузить видео и многие другие вещи. Также второй вариант это бесплатное хранилище, которое называется Вимео. Там есть платные тарифы, на которых можно многое делать, поэтому профессионалы очень любят Вимео, но в общем-то Ютуб все равно выигрывает по многим параметрам. Не буду говорить, чем они отличаются, на самом деле просто имейте в виду, что если по каким-то причинам Ютуб не подходит, есть еще несколько вариантов, и один из этих вариантов, второй, это Вимео. То, что закрыто в школьных сетях, это особая головная боль, Алексей Юрьевич, то есть это вообще об этом можно говорить и плакать, о том, что в школьных сетях запрещено. Еще один продукт бесплатный, это скриншотер, который называется MonoSnap, на этот раз это скриншотер с возможностью записи видео, правда, очень-очень примитивный, он очень похож на iSpring Freecam, но еще проще. И кроме того, он позволяет прямо поверх видео рисовать такие стрелочки, которые самостоятельно через 5 секунд пропадают. Вот и все, что он умеет делать, то есть это вот такой скриншотер с возможностью записи видео. Все то же, что я говорил про скриншотеры обычные, вот можете распространить и на этот вариант. Ну, чем это отличается? Отличается тем, что вы можете записать не просто один скриншот поясняющий последовательности действий. Например, нажмите на эту кнопку, потом сюда, потом сюда и потом сюда. Все, писать какое-то серьезное видео на нем не имеет смысл, а вот текущее видео для текущего обмена информацией вполне возможно. Так что имейте в виду. Интерактивное видео. Масса всяких сервисов позволяет создавать интерактивные видео. и один из таких сервисов Singlink, мой любимый, но есть и много других. что-то я не так делаю. А, я понял, да. Есть и много других. В чем смысл интерактивного видео? Надо иметь в виду, что на самом деле стандартные видеоформаты не позволяют осуществлять никакой интерактивности. Вся та интерактивность, которая существует в видео, это либо особенности платформы, в которые помещены данные видео, либо специальные плееры, с которыми снабжается это видео, и эти плееры представляют собой некие программные продукты, обвязку некоторую к этому видео, которые снабжают это видео интерактивными свойствами. По поводу интерактивности, ну вот здесь можете посмотреть по ссылочке пример интерактивного ролика. 30 октября этого года у нас состоится вебинар, вебинар Марины Орешко, который называется интерактивное видео своими руками. Вот ссылка приведена, регистрируйтесь на этот вебинар, Марина очень подробно расскажет, судя по прошлогодним ее вебинарам, там около 15 сервисов для интерактивного видео будет показано. Видеокомиксы совершенно бесплатных нет, но есть те, которые можно попробовать, либо с некими достаточно слабенькими тарифами бесплатными. Один из них это классический уже сервис для видеокомиксов, программа, прошу прощения, для видеокомиксов Паутун, еще одна есть программа Мувили, там есть не очень хороший, но все-таки бесплатный тариф. Ну и примыкает к понятию видеокомиксов, конечно, видеокомиксы на самом деле на их основе обучение не построишь, но где-то использовать в обучении вполне можно в отдельных местах. И видеоскрайбинг, это рисование поверх экрана и одновременное комментирование чего-то. Вот одна из программ для видеоскрайбинга, замечательная программа объясняшки, автор этой программы, автор идеи этой программы Сергей Гевлич, он у нас в прошлом и позапрошлом году вел вебинары, один из этих вебинаров как раз был посвящен объясняшкам. есть одно, один недостаток у этой программы, она работает только под iOS, причем только на iPad, а серьезный недостаток, а во всем остальном одни только приятности. да, к сожалению, это так Сергей, просто у Гевлича нет достаточных средств для того, чтобы сделать все версии на всех гаджетах, ну и так получилось, что он сейчас больше работает, да, это действительно печально, больше работает в своей студии, которая называется Смыслотека, которая на основе его же программного решения создает на заказ да, методика совершенно классная, совершенно верно, Сергей. Так, тут был вопрос, будет ли запись, да, запись ведется, завтра вечером будет выложена запись. Так, вижу во вкладке вопросы, так, Сергей спрашивает, есть ли бесплатное хранилище для своих фотографий, особенно если их очень много, гига терра, про терра не могу сказать, гига, ну наверняка это вот фото, фликер наверняка подойдет, вот, ну что еще, и осталась возможность в в Google аккаунте хранить свои бесплатные фотографии, правда, эта возможность постоянно меняется там свойства, ну у меня там фотографии хранятся. Вот, что касается творческой, да, я часто пользуюсь творческой студией в YouTube, пока ее не закрыли, почему это закрыли, не закрыли, если вы имеете в виду творческую студию как часть канала YouTube, то ее не закрыли, ее постоянно преобразовывают просто, если имеете в виду набор роликов, то я, честно говоря, сентября, Сергей, давайте мы с вами поговорим в Facebook по этому поводу, эту часть творческой студии вы имеете в виду, понял, да, 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 ну там, там да, хотя мне неловко было там работать, я все равно в Camtasia работал или где-то в другом месте и потом только загружал, но это кому как удобно, вот, вот вебинар, который Гевлич прочел у нас, вот, ну и идем дальше семимильными шагами, потому что у нас еще есть о чем говорить, итак, клиентской, заставки, перед вашими учебными видео хорошо бы было сделать красивую заставку, вот, либо вы используете какие-то платные могучие продукты, либо вам надо как-то хитрить, вот, один из способов хитрить, это использовать бесплатные сервисы для создания таких заставок, вот, один из таких сервисов называется Flixpress, смысл этого сервиса в том, что есть очень красивые какие-то медиа, которые крутятся, меняются, отрисованы хорошо, и в них есть 3-4-5 областей, где вы можете написать свой текст, вставить свою картинку, и они как в шаблон вставятся вот в эту красивую заставочку, вот, причем есть возможность использовать ага, да, студентам очень нравится, но я думаю не только студентам, да, есть возможность это все сохранить, причем сохранить в достаточно хорошем формате и в хорошем качестве и использовать. Конечно, этот сервис платный, но у него есть бесплатный тариф на 15 шаблонов, а в платном тарифе там, по-моему, их полторы сотни шаблонов и гораздо в лучшем качестве все это можно сохранять. Ну и еще один сервис тоже платный, но с бесплатным есть бесплатный вариант, это сервис Racketium, он немножко про другое, это сервис красивого, скорее его можно назвать сервисом красивого тетрования, то есть он позволяет ваши надписи выводить в красивом режиме на фоне каких-то фреймов, красивых иллюстраций, они будут выплывать как-то красиво, меняться и так далее. Вот, тоже можно попробовать. Ну и наконец так, примыкает к понятию видео, это вот такие интерактивные презентации, когда вы просто хотите озвучить свою презентацию и никакого реального видео вам не надо. Вот для этого случая вам подойдет бесплатное дополнение к вашему Microsoft офису, которое называется Office Mix. Это дополнение ставится к PowerPoint, возникают некоторые дополнительные меню, пункты меню в офисе, можете записать звук поверх своей презентации и потом сохранить в виде видеофайла. Правда, там есть одна неприятность, этот видеофайл получается громоздким, несколько не таким хорошим, как он мог бы быть при использовании профессиональных программ, но тем не менее вполне себя функционально. Можно, но здесь все немножко удобнее сделано. По мне, конечно, если вы используете Camtasia, то гораздо все это удобнее и приятнее можно сделать, но это же просто бесплатное дополнение. Если у вас PowerPoint уже есть, то можно использовать. Это такой немножко костыль, конечно, но тем не менее кому-то лучше-то и не надо. В конце этого раздела у нас остался третий раздел. В конце раздела, так как мы сейчас о видео говорили, я хотел бы минутку уделить своему курсу, который состоится 22 октября. Вот эту ссылочку я, пожалуй, дам вам даже в чат. Посмотрите, пожалуйста, мое предложение. Много времени не буду говорить. Курс пятый раз уже проходит, пятый год подряд. Каждый раз он немножко новый. В этом году он снова обновился, появились новые темы. Будем говорить о новой версии Camtasia, будем подробнее говорить о монтаже, будем подробнее говорить о гаджетах и так далее. Курс начинается 22 октября, пройдет в течение месяца, 10 тем, при оплате до сегодняшнего числа льготная цена, но для участников сегодняшнего вебинара вот такой вот промо-код, до 12 числа действует льготная цена. Программа и подробности вот здесь. Все, больше времени на саморекламу тратить не буду и идем дальше. Быстро-быстро уже, быстрыми шагами. Итак, последний раздел интерактивные сервисы. Этот раздел, который я особенно люблю и если по предыдущему разделу у меня целые курсы, которыми я только что рассказал, то по интерактивным сервисам у меня целый курс, который обычно проходит в феврале-марте. Fastone незнаком, посмотрю. если вы сейчас вкратце напишите, что он умеет делать, пишет в смысле этот рекордер или еще что-то он умеет делать, посмотрю, может быть, даже включу свои вебинары. Итак, интерактивности. Все мы любим, когда контент не просто медийный, но еще и интерактивный. То есть позволяет что-то сделать по нашей указке. Куда-то перемотать, перейти по ссылке, поменять, разложиться, сложиться, что-то, чтобы с ним можно было сделать. Ага. Ну, рекордеров вообще сотни на самом деле. Вот. Они просто аналогичны. И лично я пользуюсь встроенным рекордером Camtasia. Он удобен с точки зрения дальнейшего использования в их инструменте уже. Угу. С динамическим выделением областей. Да, да. Ну, хорошо, ладно. Итак, какие бывают интерактивности? До сотни разных интерактивностей. Сегодня мы поговорим примерно там о шести-семи. Одна из главных интерактивностей, которую я очень люблю, это оси времени. на осях времени или таймлайнах можно ввести временной контекст ваше повествование учебное. И, на мой взгляд, самый лучший и бесплатный при этом продукт называется Timeline.js. Вот. И та же самая группа NITLAB из северо-западного университета США создала его. И это их самый известный продукт. Работать можно с главной страницы сервиса без регистрации в нем. Получаются вот такие произведения. Слева какое-то медиа. Видов медиа может быть около 20 различных. Это может быть картинка, видео с разных облачных сервисов, карта, звук, с саундклауда и еще много-много всего. И еще внутри всякие интерактивности могут быть здесь вставлены. Справа располагается собственно название, время, которым это все привязано и описание. Ну вот здесь описание краткое, а может быть достаточно и длинное. А вообще сюда еще можно вставить и HTML, тогда будет и некоторая разметка тут происходить. А снизу собственно шкала времени, по которой можно вперед-назад мотать, это увеличивать, уменьшать масштаб, тыкать напрямую в какие-то кадры и все это смотреть. В общем получается очень красиво и технологично. Второй сервис, так, вижу вопросы. Ага, Олег уже нашел, понял, тогда не буду отвечать. Второй сервис по популярности в той же самой группе Нитлаб называется StoryMap, он немножко другой, по сути это интерактивные путешествия и сервис этот требует регистрации, хоть и бесплатные, но требует регистрации, причем в самом сервисе вы не регистрируетесь, а просто предоставляете свой аккаунт в Google, Google аккаунт и тогда по этому Google аккаунту происходит вход в ваш личный кабинет. Вот StoryMap.js это интерактивное путешествие, это интерактивное путешествие может быть либо по карте, либо как я, например, больше люблю по гигапиксельной картинке, когда у вас есть изображение гигапиксельного качества, то есть там примерно 30 тысяч на 30 тысяч пикселей, таких изображений уже достаточно много в сети открытых можно найти, вот, и вы с разным увеличением посредством наезда и отъезда камеры и перевода, по-английски это называется просто zoom and pan, то есть увеличение масштабирования и панорамирования, вот, посредством вот этого перемещайтесь по этой картинке, это происходит слева, а справа даете комментарии, даете сопутствующие медиа какие-то, эти сопутствующие медиа могут быть тоже картинкой, видео, звуком, чем угодно, и вот получается такое интерактивное путешествие очень эффектно и очень эффективно с точки зрения объяснения, ну, вот, еще один такой кадр, еще один сервис, который называется TimeMapper, который совмещает в себе возможности таймлайна и вот такого интерактивного путешествия по карте, вот так это выглядит, справа карта, вот так единичку поставим, слева внизу таймлайн, а наверху собственно описание область 3 и медиа к этому описанию область 4, вот так вот, таким образом и карта и таймлайн в одном флаконе, то есть вы как бы путешествуете по местности, одновременно обозначаете время, когда вы в этих точках были и по поводу этих точек пишите какую-то сопутствующую информацию, видели там то-то, тогда-то, вот примерно так. Геоинформационные сервисы тоже важная вещь, когда карта, вот здесь мы уже видим карту, да, но это пока не полноценный геоинформационный сервис, а вот когда карта является основным информационным слоем, а остальной контент является добавкой, вот в этом случае можно говорить о геоинформационном сервисе, который тоже очень важный, очень много в нашей жизни привязано к каким-то координатам. Это может быть от каких-то точек интереса до наоборот каких-то безобразий, например, вы помечаете в своем округе все кучи мусора, которые лежат там, ну и много-много разных других вещей. Вот есть два сервиса, которые я люблю показывать всем, это сервис, который является на самом деле дополнением к Google Chrome, к браузеру, ставится туда как дополнение и работает как дополнение в Google таблицах. И получается вот такая вот карта интерактивная, на которой есть фильтры, вот здесь вот, фильтры значений, здесь есть точки, при нажатии на эти точки открывается какая-то дополнительная информация, при наезде на эти точки, вот если эти точки рядом находятся, они вот так схлопываются, вот такие вот синенькие значочки, в общем, все интерактивно и очень красиво, и к тому же абсолютно бесплатно. вот, ну и второй сервис, да, вот так вот это выглядит, вот они, сама таблица с этими точками, набор фильтров, по которым можно эти точки фильтровать, например, вот тут вот приведены башни выше 500 метров или, ну, гигантские какие-то сооружения, вот, можно, например, их высоту фильтровать только от 500 до 600 метров, и тогда вот эти точки уберутся, останутся только те, которые соответствуют данным объектам. Ну и сама карта вот с этими точками. Вот. Нет, все работает где угодно, но создавать это лучше в хроме. Более того, в общем-то, даже и под Firefox это работает, но установить первоначально надо обязательно в хроме. Ну и лучше всего работает в хроме тоже. Вот. А пользователям потом это можно смотреть в любом браузере. Ну и более мощный такой сервис, который называется карта. В нем есть бесплатный тариф, но основная мощь его, конечно, сосредоточена в платных тарифах, а тем не менее даже в бесплатном тарифе он достаточно мощный. Вот. Тут еще больше возможностей, еще больше фильтров. тут, например, можно сделать такую вещь. Два численных параметра можно обозначить, например, цветом точки и ее размером. Да, вот видите, некоторые точки маленькие, некоторые большие, да еще и разного цвета. Например, это города, расставленные по максимальной летней температуре. и температура помечена цветом, а размер города отмечен размером точки. Вот как-то так. Вот. Ну и тут масса фильтров тоже может быть. Это называется виджеты, которые по статистике разбивают это все и тоже можно прекрасно фильтровать. Плюс красивая легенда, которую здесь можно написать к этой карте. И тоже этим всем можно поделиться со слушателями своими. Еще один вид интерактивного контента карта знаний. Я люблю использовать сервис для карты знаний, который называется Poplet.com, потому что он позволяет делать карты знаний не только ветвистые, но и произвольные. Как правило, любые карты знаний большинство сервисов позволяет делать ветвистые графы. То есть те, которые исходят из одной точки, потом ветвятся, ветвятся и ветвятся. Я же больше люблю не иерархическую структуру, поэтому вот такие вещи можно создавать при помощи этого сервиса. Ну и сюда помещать разный контент в каждой из этих узлов. тоже один из моих любимых сервисов это облако слов или облако тегов, когда вы создаете, ну скажем так, хотите создать некое словесное описание вашего курса, где некие теги или некие слова будут описывать самую суть вашего курса. Причем чем крупнее шрифт, тем важнее это слово в контексте вашего курса. Очень важно это, например, когда вы на главной странице такое облако, ну понимаете, здесь треугольник, здесь пирамида, но все равно это называется облако. Когда вы создаете такую вещь на главной странице, то те люди, которые еще не приняли решение, нужен им ваш курс или нет, могут сразу понять, о чем он примерно. То есть вы же то же самое могли бы написать в тексте, который надо читать в течение там, например, пяти минут. А это можно посмотреть в течение пяти секунд и сразу понять, что это и о чем. посредством такого интерактивного облака вы решаете первичную задачу привлечь внимание. Даже еще не заинтересовать, а привлечь внимание. Вот если человек увидел знакомое слово, интересное ему, то он дальше прочтет ваши два абзаца. А если там просто эти два абзаца, то он может через три секунды покинуть ваш сайт, потому что какой-то текст. Я сейчас лучше в фейсбуке посижу. Вот для чего это примерно надо. Ну, не только для этого, но и лучший сервис, который есть для создания облака слов, это WordArt. Прежнее его название Tagul. Это тоже российская разработка, ну, по крайней мере, человек с русской фамилией его делает, где он сам, не знаю, но сервис ничем не показывает, что он русский. В основном он работает с англоязычным интерфейсом, с англоязычными шрифтами, хотя русские шрифты в нем тоже используются, как вот на предыдущей картинке вы видите. Есть также другие сервисы, но этот, на мой взгляд, лучший в данной категории для облака слов. Ну, и много сервисов для инфографики, не буду сейчас говорить о важности этого направления. Инфографика это вообще супер, потому что при помощи нее можно показать то, что иначе пришлось бы давать в таблице, а копаться в таблицах мало кто любит и главное мало кто понимает, что там происходит. Если у вас таблица, например, 10 на 100, то понять, какие там в этой таблице флуктуации где-то даже очень важные, это очень сложно. А если это отрисовать как-то правильно, то инфографика буквально за несколько секунд решит задачу того, чтобы человек, который ее смотрит, получил бы правильное ощущение от того, что же на самом деле с этими цифрами происходит. На самом деле не только с цифрами, понятие тоже можно передавать через инфографику. не зря производители инфографики говорят, что бывает инфографика данных и инфографика знаний. Вот два таких, две таких отрасли. Вот здесь, например, скорее инфографика знаний. Это очень старая инфографика конца в каком-то российском журнале конца 19 века. Вот это служилое сословие, видите, а это крестьянство. Вот оно, сколько его. Да, это именно нет, там численность. Наверное, плохо видно просто. Да, вот много есть сервисов бесплатных для инфографики. Один из них инфограмм, ну, у него есть бесплатные тарифы. Точнее, он бесплатен в части своих возможностей. Вот, он развивается и серьезно развивается, улучшается. Лет 5 назад, когда я его пробовал, мне он не понравился. Последний раз я его пробовал полгода назад, он стал гораздо лучше, и я вам его советую, попробуйте. Там много интересностей. Ну, и второй сервис, этот сервис четко для инфографики данных. Называется он DataRapper со значком D, то есть это немецкий домен, вот, в нем тоже много очень интересного и хорошего можно сделать, в том числе там появились карты, то есть он немножко перегревается с возможностями геоинформационных систем, вот, в общем, он тоже стал зависимым. В его жизни было несколько этапов, когда они сначала разрешали встраивание, потом запрещали, потом снова разрешили, вот, когда они запрещали, я об этом сервисе перестал говорить, ну, как запрещали, запрещали в бесплатном режиме, а сейчас они его снова разрешили, поэтому вот я с удовольствием вам представляю этот сервис, отвечу по поводу своего курса, отвечу, уже недолго осталось до конца нам, еще один неплохой сервис для создания, именно диаграмм, это чатсбилдер, он отличается от предыдущего тем, что там немножко другие типы можно диаграмм делать онлайновых, и один из этих типов в том числе динамичный, то есть там можно создавать динамические, это еще конечно не видеоинфографика, это скорее просто динамичная инфографика, когда у вас есть несколько полей, которые например по времени как-то изменяются, ну например отрасли промышленности, их вклад в общее ВВП, да еще и по разным странам, да еще и по разным годам, вот вы можете например запустить процесс, он будет вам показывать, развиваться во времени будет картинка, как это по разным странам, эти графики идут, да еще и точки будут становиться все жирнее или наоборот все меньше там, вот такая вот видеоинфографика там в упрощенном режиме, вот, достаточно симпатичная вещь, ну и завершу свой сегодняшний вебинар таким сервисом для создания онлайн тестов и опросов обращаю ваше внимание это онлайн тесты и опросы не для не для серьезного тестирования, тем более не для сертификационного тестирования, то есть не для подтверждения квалификации вашими слушателями, а скорее такие контентные тесты, то есть для развлечения, для вовлечения, скажем так, в процесс, вот, можно сделать много разных тестов и опросов, как правило, они все построены на каких-то картинках, вот, и получается достаточно симпатично, если кто-то интересуется, как это выглядит, один из вариантов, вот, я в свое время сделал такой тестик, который предлагает определить страну, в котором был создан этот плакат, там, у меня примерно с десяток плакатов из разных стран, все они созданы по вот такой вот, по такому типу, который, у нас это называется, ты записался добровольцем, помните, такой плакат был, времен войны, а на самом деле, таких плакатов было, там, три или четыре десятка в разных странах, и вот, определить по изображению, в какой же стране это было, вот, посвящен этот тест, можете посмотреть, достаточно интересно, красиво и затейливо, скажем так, вот, вопрос не требует звукового ответа, там, вы просто тыкаете в какую-то страну и проваливаетесь на следующий, на следующий вопрос, так, у меня все, и я отвечаю на ваши вопросы, те, которые вижу, так, на этот, так, у меня почему-то завязана моя мышка немножко не с тем, так, в каком, сейчас одну минутку, подниму, вопрос, в каком видео, в каком сервисе можно создать семейное дерево, бесплатного не знаю, платным когда-то я баловался каким-то, но забыл, как оно называется, извините, не помню, как оно называется, но, в принципе, можно составить какие-то, использовать не специализированные вещи, тот же, те же программы для карт майндкарт вполне себе могут подойти, нет, не буду вам советовать, все-таки лучше специализированные, наверное, когда будет повторение вашего онлайн-курса учебное видео от идеи до воплощения после 21 ноября, к сожалению, только через год, раз в год мы вместе с компанией ракурс повторяем этот курс, я забыл сказать, что этот курс мы ведем не в Директ Академии, а совместно с компанией ракурс, в принципе, этот курс у нас выложен и на Директ Академии, но мы его там не сильно продвигаем по той причине, что немножко аудитория у нас не та аудитория, то есть мы его продвигаем больше для юридических лиц, чем для то есть если бы какой-то вуз захотел бы его запустить у себя вот как юридическое лицо, вот тогда бы мы его точно запустили, а так через год будет. Так, семейное древо, спасибо вам, тоже спасибо, так, структурно, ну, руководство, наверное, не получится все-таки, то есть получится мой взгляд на эти инструменты, потому что, как я уже сказал, можно говорить в 10 раз больше, инструментов-то очень много, да, и этот набор отражает мой опыт, вы также можете посещать вебинары Марины Орешко, где она тоже много говорит о бесплатных сервисах, о бесплатных инструментах, вот, ну, надеюсь, что все-таки мой опыт тоже полезен, и этот набор, он в некотором смысле репрезентативный. Ну, что ж, дорогие друзья, я, разумеется, не уложился, извините уж, не уложился во время, но очень о многом хотелось рассказать. А, да, я совсем забыл, что я же вам должен еще и выдать сертификаты тем, кто захочет приобрести, и это у меня займет еще одну минутку, прошу прощения, сейчас я это сделаю, я снова перевоплощаюсь в руководителя Директ Академии, и выполняю свои функции по выдаче сертификатов. Так, сохраняю наш файлик, сохраняю табличку, на это уйдет примерно минута. Так, сохраняю, перехожу в сервис выдачи, загружаю табличку, закачиваю ее, закачалась, все выделяю, выдаю, еще раз выделяю, и отправляю на почту вам информацию. Так, ну и последнее, что делаю, размещаю у вас вот эту строку, где и как вы можете приобрести сертификаты. сертификаты. Так, моя последняя строка, вот она, вот здесь вы можете приобрести сертификаты по данному вебинару, если, конечно, вам это интересно. Насколько глубоко будут изучаться все сервисы в курсе по работе с видео? В курсе по работе с видео, разумеется, будут не все эти сервисы изучаться, и более того, какие-то глубже, какие-то менее глубоко будут. Вы посмотрите, пожалуйста, давайте я еще раз дам информацию, там, если вы промотаете эту страничку, дальше идет очень подробная очень подробная программа, там показано, какие сервисы и какие программы будут изучаться насколько глубоко. Глубже всего мы, конечно, будем изучать Камтазию, которая, на мой взгляд, является идеальным решением для педагога. Вот. Более того, в этом году я еще расширю на один вебинар ее изучение, ну и на полвебинара, скажем так, потому что есть еще некоторые наработки, которыми хотелось бы поделиться, и я вижу, что все-таки одного вебинара по монтажу нам не хватает, будет два вебинара по монтажу, вот так вот. Из сервисов мы будем изучать ScreenCustomatic, будем изучать сервисы, будем немножко изучать сервисы интерактивные в том плане, в котором можно в эти сервисы вставить вставить видео. Вот. Надо же понимать, куда потом эти сервисы будем вставлять. Будем достаточно подробно изучать YouTube, как сделать канал, будем изучать сервисы для для создания интрос, вот этот вот сервис Flixpress, о котором я говорил, будем немножко изучать сервисы по скрайбингу и по анимации, вот такие вот вещи. Ну, конечно, не в полном объеме, потому что иначе курс пришлось бы раздуть раза в два. Вот так. Ну, это в соответствии с моим видением того, что более важно педагогу, а что менее важно. Вот, потому что, конечно, анимация это здорово, но настоящую крутую анимацию, если вы не аниматор, вы не сделаете, вот, а такое, как вы сделаете, в общем-то, жив не будешь. То есть, можно привлечь внимание, но полноценный курс не сделаешь. OBS Studio, да, я смотрел, но она не только для записи экрана, конечно, OBS, вот, и для многих других вещей. Вот. Вот, хотя люди, которые тоже поработали с OBS Studio, потом, в общем-то, те знакомые, которые поработали с этой, потом перешли на профессиональные продукты. Ну, в принципе, с нее можно начинать. Так, кажется, я ответил на все вопросы. Ну, что ж, пришло время тогда нам прощаться. Я напоминаю, что у нас в Директ-Академии вебинары проводятся практически каждый день. Вот. Ну, по крайней мере, в ближайшее время они проводятся точно каждый день, а то и два раза в день, как вот сегодня, например. Приходите на наши вебинары, у нас хорошие спикеры, интересные спикеры, слушайте наши вебинары, принимайте участие, а мы постараемся приглашать тех людей, которые будут вам интересны. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...